Девиз публичных слушаний – здоровый образ жизни, начни с себя. Один из выступающих – труженик тыла Виктор Синицын. Он затронул вопрос, касающийся организации пункта проката в парке культуры и отдыха. Проделана очень большая работа, очень большая работа по тропе здоровья. Тропа здоровья находится в парке культуры и отдыха, там, где летняя эстрада. Что сделано? Управление физкультуры и спорта выдало проект. Выдало смету, выбрали трассу. Все отлично. Но нет пункта проката. Публичное слушание провела депутат законодательного собрания Малонинецко-автономного округа Людмила Иванова. До Губкинского она уже побывала в ряде муниципалитетов округа для того, чтобы узнать, как ямальцы проводят свой досуг и укрепляют здоровье. Вы являетесь эпицентром формирования здорового образа жизни, то есть народосбережения. Вот честь и вам низкий поклон всем вашим общественникам. На заседании присутствовали представители городских предприятий и организации общественности. Среди пришедших на собрание профсоюзные лидеры. Они рассказывали, какие меры предпринимаются для укрепления здоровья губкинских работников. Значит, по бесплатному спортзалу, хотя бы два раза в неделю для членов профсоюза. Вот, в общем-то, ввиду переговоры и с главой города общалась, и с руководителем по скульптуре спорта. В общем, не отказывают, поэтому работаем в этом направлении. Мы разработали положение, мы в администрации проводим спартакиаду для своих работников по пяти видам спорта с учетом пожеланий. Заказали золотые, серебряные, бронзовые медали. То есть вот такие вот вне рабочие формы работы. Это, наверное, знаете как, будет стимулировать людей во вне рабочее время заниматься оздоровлением. Особое внимание на собрании было уделено вопросам здравоохранения. Это было увеличение стоимости прохождения профосмотров и диспансеризации для работников. Думаю, что протокольные мы уже вписали сюда. Естественно, что это будет все озвучено на окружных слушаниях. В ходе заседания были обсуждены также вопросы организации досуга населения. Это и дети, начиная с детского сада, и заканчивая пенсионерами и инвалидами. В зале присутствуют представители и общества пенсионеров, и ветеранов, и представители инвалидов. Они подтвердят мои слова, что мы с ними работаем очень активно. И центральная библиотека, и детская библиотека. На заседании были озвучены основные принципы программы народосбережения. Особой строкой о трудоустройстве молодежи. На сегодняшний день работу предоставить молодым людям нет возможности. Из-за введения закона по аттестации рабочих мест мы не можем принимать молодых людей. Поскольку прокуратура следит строго за соблюдением закона. А аттестовать рабочие места для молодежи, это надо вложить деньги, это надо время. Время большое, поэтому вот это большой минус в том, что молодые люди не могут поработать в летний период, заработать себе какие-то деньги и приобщиться к труду. По словам Людмилы Ивановой, основными целями проведения данных слушаний является создание в автономном округе среды для формирования условий народосбережения. Диана Визович, Александр Анфимов, Новости Гупнинского.